Итак, вторая часть. Продолжаем сегодняшний выпуск. Смотрим теперь землетрясения более подробно. Начнем вот здесь, во-первых, в Антарктиде здесь ничего не было рядом в островах. Смотрим Чили, Аргентину. Ну, вот здесь вот на юге что-то есть. 3,3 какие-то мелкие поверхностные землетрясения. Но самое основное здесь, конечно, в север чилийской фасетки. Вот 6,3. Здесь произошло на глубине 144 километра 30 ноября. То есть вчера произошло. И смотрите, это средней глубины. А до этого здесь были глубокие, да, вот так посередине. И с другой стороны вот так вот средней глубины. И здесь даже вот уже подповерхностные такие землетрясения. Но магнитуда у них небольшая, 3,6. Но все равно видно, что здесь энергии довольно-таки много. Будем смотреть, чем это все закончится. В Эквадоре здесь 3,5. Произошло в Колумбии 4,2 на глубине 50 километров. То есть подповерхностные. Здесь, что интересно, на Карибах, да, здесь вот две точки такие сформировались. Видите, две системы. Южнее Доминиканской республики, южнее Пуэрто-Рико. Прямо похоже на растущие вулканы. Прямо подводные. Очень похоже по своему поведению. Ну, вот здесь вот вообще такая камера работает. Да, и смотрим Панаму. Теперь здесь 4,6. В общем-то, мелкие землетрясения вдоль вот этой латинско-американских стран. В Мексике здесь тоже вот камера такая вот вулканическая. Вот здесь вот расположено. И, в общем-то, здесь пока все четверки. Много-много четверок. Вот здесь в заливе Калифорнийском произошло 4,0. Так, в Калифорнии здесь довольно-таки бодро. Ну, все мелкие магнитуды. Наверное, вот эта самая большая. 3,3. Вайдахо продолжается. Вот это вот локально. На одном месте вот здесь есть в штате Вашингтон, недалеко от Сиэтла. И в Канаде вот к югу от Калгари. 3,2. Так, на востоке. Ну, здесь в Оклахоме, в Канзасе. А типично вот редко вот здесь в Ленойсе. В Ленойе это 2,2 на глубине 16 километров. В общем-то, никто его не заметил. Но очень редко вообще по своей природе в этой зоне землетрясения. В Южной Аляске, вот здесь вот Юго-Восточной Аляске 3,1. Здесь вот есть на Юконе 2,6 мелочь какая-то. Так, здесь вроде ничего нет такого. Ну, теперь смотрим. А, давай чуть увеличим. Теперь смотрим вот Аляска. Смотрите, здесь прямо сегодня пошла в пляск Аляска. Здесь 6,3 на Алиутских островах средней глубины 54 километра. А вот здесь вот уже поверхностность 5,7 на глубине 10 километров. В общем-то, совсем недавно произошло. Буквально пару часов назад. Такие вот дела. И здесь вот уже ближе к Амандурским островам, тоже Алиутские. Здесь 4,6 происходит. Так, здесь у нас вот землетрясение в Татарском проливе М6,4 на глубине 585 километров. И вот прямо рядом с Петропавловским, Копчатским, прямо под ним глубокое землетрясение 163 километра произошло. Смотрим, Япония как-то подуспокоилась, да. Вот здесь вот глубокое тоже в Марианском островах рядом. Но вообще-то много глубоких. Обратите внимание, большое количество. На Филиппинах вот здесь почти пятерка произошла 4,9. Вот здесь у Суматры пятерка произошла на глубине 41 километра. Довольки бодрые вот здесь вот между Суматрой и Явой. Такой вот полосой идут землетрясения. Ну, все мелкие магнитуды. В общем-то, все это обычно. Вот в Соловейсе можно увидеть здесь землетрясение тоже. В Холмахера вот 4,2. Потом вот здесь Морибанда 4,4. В общем-то, магнитуды довольно мелкие. В Папуа вот здесь вот такой вот идет по северу 4,8, да. Здесь в Фидже довольно-таки тихо. Вот практически одно землетрясение на глубине 557 километров. 4,5. И тонго вот здесь вышло 5,7 на глубине 10 километров. И, в общем-то, все на этом. Так, сейчас я смотрю, в Новой Зеландии здесь ничего нет. Так, теперь смотрим Африку. В Африке все тихо. Все тихо. Вот в центре Индии. Да, довольно-таки редко здесь случаются. Вот произошло здесь 3,9. Это прямо вот рядом с Нью-Дели. Недалеко на северо-восток. Вот у нас Киргызстан. Здесь 4,2 происходит на глубине 26 километров. И интересное землетрясение в Узбекистане. Смотрите, 4,7 почти пятерка на глубине 2 километра. Вообще очень маленькая глубина. И если вы помните, неделю назад здесь тоже было землетрясение в Узбекистане. Что-то Узбекистан прям разошелся на землетрясение. Смотрим теперь вот здесь на границе Армении и Грузии. 3,1 произошло в Сирии. Обратите внимание, как растет активность в регионе. 4,1 на глубине тоже 2 километра. Какие-то неглубокие здесь землетрясения пошли в Узбекистане и в Сирии. Ну, видно, что в Турции на востоке активность высокая. Также вот здесь около Измира продолжается активность. И вот у Мраморного моря здесь пока двойки. Ну, и еще вот около Крита, южнее Крита следует отметить. Также в континентальной Греции, в Албании есть мелкие. И я рад представить вам землетрясение в Германии, которое произошло вчера почти в полночь. Вот, на глубине 11 километров. Ну, вообще, вот это вот вулканический регион, где это все произошло. Это в той земле, где я проживаю как раз, но ближе к восточной. И вот здесь как раз вот такой пояс вулканов. И вот здесь вот произошло 4,0. Ну, и даже какой-то автошок там мелкий есть. И на юге Швейцарии, смотрите, прямо вот так вот четко полосой. К западу от Леона здесь 3,2 произошло. На севере Италии. У Марселя тоже какой-то 2,7. Толчок произошел. Смотрите, напротив Валенсии такой рой прям землетрясений. И, смотрите, Алжир, юг Испании. Вот все вот вокруг Гибралтара. Вот так вот здесь что-то продолжает. Все ходит, бродит тоже. На Канарах совсем мелкое землетрясение 2,2 на глубине 10 километров. И у нас 3,6 как раз у реки Несса на глубине 6 километров. Вот. Вот недалеко от реки Явика в Исландии. Ну что, по-моему, ничего не забыли. Такие вот у нас сейчас происходят дела. Видно, есть определенный рост по Аляске. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Также в Средней Азии идет рост. Да, кстати, здесь мы найти в Афганской фасетке. Мы пропустили. 173 километра появилось. Ну, на этом все. С вами был Алекс, канал Гибралтар. Пожелайте вечного прожжения.